В сложной ситуации сейчас работники авиакомпании БКР. Супруга одного из бортпроводников обратилась за помощью к президенту. Она утверждает, что семье не на что жить, ведь ее мужа и других сотрудников отправили в отпуск без содержания еще в начале года. И сейчас в режим ЧП в БКР не желают оплачивать вынужденный отпуск. Прошу вас посодействовать в том, чтобы это расследование быстрее ускорили, быстрее закончили. И попрошу вас посодействовать в том, что моему мужу Мурату Сахову отдали его оригиналы документов. Как нам существовать, только если бы не пойти и милости напросить. В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития рассказали, что расследование по БКР на время ЧП приостановлено. Авиационная комиссия передала данные московским экспертам, но из-за карантина они не могут прилететь в Казахстан. Уголовное дело по факту смерти пассажиров в результате авиакрушения расследует МВД. Там тоже приостановили процесс. Авиакатастрофа произошла 27 декабря прошлого года. При взлете воздушная сутна выехала за территорию полосы, пробила бетонный забор и врезалась в постройку. Погибли 12 человек, еще 52 были госпитализированы. Расследование показало течь в двигателях самолетов, отслоение стекол и использование скотча для защиты конструкции. Касым Жумар Тукаев поручил ускорить выплаты пострадавшим. Однако в нашу редакцию до сих пор обращаются люди, которые жалуются на то, что в БКР не возвращают деньги за билеты. Я купила билеты на самолеты БКР на 30 декабря прошлого года, чтобы с сыном полететь из октава Алматы на лечение. Но из-за отмены рейсов полетела другая авиакомпания. БКР должен был вернуть больше 80 тысяч тенге. Но на звонки не отвечают и никаких ответов от них нет. БКР не отвечают.